Если по календарю, то значит по календарю. А даже в малом мы самохотением своим пытаемся что-то выпрать. А я и сказала, я хотела, чтобы она была... А так и получилось? Оказывается, 6 января одна Евгения мученица. А, там и была одна Евгения. Ну, это другой вопрос. А я прочитала мученик. Почему я мученик прочитала? Не знаю. Я вот 20 января поставил. 10 июня там. Только Игнатия Ростовский еще дотворец. Я еще не знал, что там в Ростовске какой. Ну, так Бог дал. Вот умер между мной и старшим. Назвал он Дий. Три буквы Дий. Вот у бабушки сегодня День Ангела. У меня вчера было День Ангела. Вот мы зашли, там были залезы старобрядцы. Сторож вышел. Да, в 26-м день. Сторож Викул. А как у Евграфовича, что ли? В Старобрядческую церковь заходили, а там сторож вышел. Его звать Викул, кажется, Евграфович. Да где ты найдешь сегодня Викул и Евграфовича? А раньше, ты знаешь, был в правительстве Ворошилов. Климент Ефремович. Ну, где Клименты сегодня? Где Ефремович? Так это в правительстве. Это друзья Сталина. А Сталин и Осип Вестарионович. Ну, Иосиф, он найдешь. А Вестарионович? Только иеретик Вестарионов тут где-то под Красноярском. А вы не знаете его? Нет, не знаю. Это антихрист. Он бывший милиционер. Он тут милиционерский. А сейчас стал Богом? Да не стал. Он стал извергом рода человеческого. Он губитель душ Аполлион. Скольких людей погубил Сатана? Людям не разрешает ничего? Он не знает совершенно. Там волосы отпустил. Ну, Сатана просто. Он сам написал Библию свою? Про него у меня написано здесь есть. Можете встретить. И всякие. Многие придут под именем Моим Господь, говорит. Многие придут. И будут говорить. Я. Но не ходите, не ищите, не гоняйтесь. И как видно, говорят, молнии от Востока от Запада, так пришествие Сына Человеческого. Не в Катастоярской тайге, а с неба явится. То есть он полностью во всем антихрист. У него ни одного шага, ни одного действия, ни одного слова нет божественного. Просто Сатана в образе человеческого. Поговорили бы с ним. Поговорили бы с ним. Ну, а как? К нему специально ехать. Я о нем очень многое считал. И на форуме много материала у меня стоит. Мне нет никакой нужды говорить. Там находились люди, уже говорили. Может быть, я бы и повлиял, но он не рядом. У меня были такие. Виссариона. Виссарион, знаешь же? В Курагино он здесь, 70 километров. Я он человеческому образу. Он себя возомнил. Да. Сам все ест, и мясо, и сало. А они одну траву едят с горохом, с этим. Сейчас вот разрешил маленько молоко. Да ничего не беру, только одно, что признаете ли вы Христа за истинного Бога, пришедшего во плоти, искупившего в рост человеческой крови у Голговского креста? Нет. Сатана. Все. Антихрист все примет. Антихрист обратится к старообрядцам. Скажите, что вам нужно, чтобы вы меня приняли? Ну, что нам нужно? Чтобы храмы давали строить, чтобы иконы старинные были, книги. Все это сделаю. У меня археологический музей для вас. Там православное, что папа, что нужен? Чтобы у нас был папа, ну все. Это Владимир Столовьев описывает. И, наконец, там и там найдутся люди, которые скажут, признай, что Христос, Спаситель, приходил на землю. Не могу признать. И через то, говорит, откроются его рога. Все, во всех течениях найдутся люди, которые его отвергнут. Вот он стучит. Это 3.20. Откровение Анна Богослова. Все стоят у двери и стучат. А что стучит? А где скобка? У двери скобки-то нет. Почему? Это сердце человеческое, которое изнутри открывается. Да, это специально, но знай. Он, роса на кудрях его. И он стоит и нежно стучит. Нежно стучит, кротко стучит, песнопение есть такое. Кто услышит, кто отворит. Войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Это каждый раз, когда мы там разгневались, там разгневничались, сердце захлапывается для любви. И вот заметили, когда люди гневаются, каждый повышает голос. Тот громче кричит, а тот еще громче кричит. Почему? А они рядом стоят, но не кричат, потому что они разделились, между ними стена. А когда люди любят друг друга нежно, они разговаривают шепотом. А когда бывает там парень, девушка, они вообще не разговаривают. И так все понятно, я тебя люблю, я вижу отражение в твоих глазах. То есть мы настолько рядом, что даже шепот и то это уже разделяет нас. Как все просто и понятно. Ну а так всегда, допустим, вы сейчас разговаривали нормально, тот оскорбил, тот повысил голос, этот закричал. А чего кричите? Это когда рядом стоите-то. Это означает, вы внутренне так далеко, что нужно докричать-то до него. И когда человек это понимает, ну тогда действительно так, криком делу не поможешь. Вот у нас бывает так, кто-то зашумел и никакой возможности нет. У меня один ответ. Тема закрыта, встали на молитву. Встали на молитву, с молитвы встали, все по-другому все решилось. Как будто никогда и не было. У меня бывает, Надежда Васильевна, жена, ну что-то там начнет, ну раньше было, на работу идти надо. А она там свое, что-то там, ну по хозяйству там мелочное где-то. Мне это не идет. Я сразу встал на молитву, Богородицу пропел, сто поклонов. Гляжу, стоит рядом, молится. Я за стол сел, она маленькая погоня, и опять что-то ей надо. Я положил ложку, опять в угол встал, опять молиться. Три раза уже на работу. Я ухожу, не поел. Я и переживаю, и море. И больше, больше не слышал. Молитва разрешает все. На молитве преграды, камни, Господь их разбрасывает, убирает. И во свете другом я уже вижу то, о чем молился. Вот сейчас мы были, я говорю, говорили, завтра у нас встреча с митрополитом, то другое. Все будет по-другому. И вот встали утром и поехали. Едем, торопимся, там дождь, там дорогу ремонтируем. И так это было трудно, там мы даже опоздали. Пришли, там полная комната людей нас ждет. Просто полная. Все приготовлено для съемок. Священник сидит. А священник был против собирать людей. Когда мы проезжали, я им устал говорить в Тайшете. Я говорю, собери. Ну как их соберешь, это люди? Я говорю, вот так. У тебя приближенные три есть, ты объяви им. А они объявят другим. Кто хочет быть на беседе, дайте свои телефоны. И как ты им бряхнешь. А эти трое-то сразу всех оповестят. Ну и получилось, там приехали люди, все сидят. Мы побеседовали, у каждого вопроса свои. И как будто мы давно знакомые были. Как Слово Божие объединяет людей. И ничего нету. Иного, как только желание познать волю Божию. Ты с нами, Господь. И мы с Тобою. Доведи до желаемой пристани, до старствия Твоего. И будет у тебя с Александром Ивановичем желанная встреча. Александр Иванович, это герой веры. Я помню, как-то разговор был у него. Сидели. Ты же не обидчивый? Нет, она не обидчивая. Не обидчивая. И сидим за столом. А я говорю. Вот Сынск, Александр Иванович. Вот теперь тебя опыт уже, детей столько нарожал. Назад вернули. Теперь ты женился бы на ней? Нет, не женился. А я говорю, а ты? А я бы вышла за него замуж. Она говорит, а я бы за него вышла замуж. Ты помнишь такой разговор? Нет? Ну, сходится, так? Так, так. Даже она все забыла, но это из ее характера. Нам, конечно, молодым, я не женатый, было весело, смотрели. А его можно было понять. Из-за того, что она плохая, то другое он видел. Она любящая и многое потворствует детям. Ну, по блажке, как говорится, дает. А он сильно от этого переживал. И у меня на магитофоне все это записано. Опровергать никак нельзя. Я включил, Александр Ивановича голос слышится. У нас выводы где-то? Все есть. Когда Мишу-то убили, я проехал по всем, и пленка называлась О смерти. Там Андрей Федотович, Аня, говорит, там, все к вам пришел, и ребятишки вспоминают. И он рассказывает, как пришел, как в морге увидел. А я дальше о смерти. Там статьи большие, стихотворения. Очень хорошая пленка была. Ее по всему союзу раскатили. И звонят. А у вас смерть еще есть? Мне две смерти пришлите. Так звучало. Ты говоришь, там, твой голос сохранился. Ну, Игнатий Тихонович, я хочу вас перебить. Невозможно детей воспитать так, как ты хочешь. Да. Невозможно. Они вот такие, как вот мама и папа. Ну, деда могут еще пойти с бабкой. Вот я честно вам говорю. Вот ты им вталкивай, вталкивай. Они вот вырастут такие, какие вот мама и папа, или бабушка, дедушка. Невозможно их воспитать. Ты делаешь так, вот что, вы плохо их воспитывали? Да. А все-то одного разные, 10 штук, и все разные. Знаете, у нас на форуме стоит, они такой, как клип называют, или даже как фильм, Яша плащет. Одна приехала с ребенком, два с половиной года, и он у матери все, что хочет, достанет слезами. А я ему тогда, он ревет, я взял кружку, он до сих пор на плащ, чтобы я. Все, желательно. Это все заснято, на заснято, это фильм где-то, и он ревет по-настоящему, голос такой, как труба. Потом я убираю, говорю, ладно, без кружки плащ. И он так смажется и плащет. А плащет, он просил у мамы ручку, мама не дала, и он теперь маму на колени поставит. А дома бабка. А бабка, ой, да отдай-то ему, пусть не плащет. А я тогда говорю, как только ребенок рождается, бабок уничтожать надо. То есть убирать их, они портят детей. Это невозможно. Я не призываю, говорю, к этому, но смысл такой. Они просто детей балуют, внуков. И, наконец-то, я им показываю, какой Яша, какой он послушный. Из-за чего? Потому что я и его учу, у меня рядом растет крапива. Крапива. Хорошая крапива. И вот утром, каждое утро, когда дети садятся обедать, а я на кусочек тру морковку и даю ей дежурному, говорю, отнеси Яше. Он ел всегда. Ему подают, мама передала, а он не ест. А мама мне сидит рядом и говорит напротив, а Яша не ест. А перед ним хлеб лежит, он не ест. Я тогда вот так поднимаюсь со скамейки. Он их дал, меня проглотил сразу. Я даже не подошел, он уже проглотил. Пацан до того толковый, но они его избаловали невозможно. И это все на пленке. И его там в ютубе разнесли по всему эфиру. Но вырастет большой, будет хороший. А Бог его знает, конечно, но учить надо. Не будет плакать. Соломон говорит, не жалей розги и не возмущайся криком. Родилась дочь, а отец потеряй сон. И не дай Бог она осквернится при отце в своем доме. Она достойна смерти. Дочь это тайная, постоянная забота отца, не показывая веселого лица сираха. Это все в Библии. Ты сам знаешь, как у евреев было, как у мусульман сейчас. Если она осквернилась, стала не девушка в доме отца, ее немедленно нужно уничтожить. Ты понимаешь или нет, что ты сделал? Фактически, своим попустительством, с нисходительностью, ты погубил эту душу. Это у нас тут вертеп разбойников и блудодельная страна, Содом и Гаморра. Но в других-то странах не так живут. Я сегодня ребятам рассказываю. Приехали наши журналисты в Египет. Ну он идет и говорит с той журналисткой египетской. Ну идет, ее вот так под локоть взял и разговаривает. А она говорит, это нельзя делать. Он говорит, а почему? Я же не женат. Он говорит, я знаю. Но вот все полицейские, они сейчас заметят. Они подойдут и скажут, это ваша жена? Нет. Паспорт покажите. Если есть венчане православное, там ничего. Это значит, сразу арестовали в моих тюрьмах. Там по 40 раз палкой и вон из стороны. Вот и все. Ты сначала как со стороны ехать? Не пошла. Познай законы тебе. Узнай. Иначе тебе дорого это отобойдется. Не хотела бы я там жить. А у нас никакой нужды. Палкой 40 раз, ничего себе. Да я бы хотел. Не хотелось бы 40 раз, чтобы у меня палка. Никакого этого нету. Разраться-то. Все понятны. Ну, в том смысле, что нету. Надо, чтобы разврат не из-под палки. А чтобы люди осознавали, что разврат это грех. Все. А чтобы 40 раз тебя еще побили, это вообще. Какой возраст? Бабушка. 89 лет. Я вас как-то зваю Нюра. Не обижаюсь. Это всегда была тетя Нюра. А у нас соседка Нюра была. Я очень прошу. Вы мне слово дали, что книги у вас никто не испортит. А кто не испортит, никто? И книгам цены нету. Нету. И никому не отдавать. Это вам и детям вашим принадлежит. Кто-то коснется. И вот здесь вы найдете ответы на такие вопросы, которые давно вас жгут. Вы даже сами не знаете. А уже Новый Завет, это полное толкование всего Нового Завета. Вот мне такое надо, а то я не понимаю Библию. Это если тетя в них нет, он будет смотреть и читать. Потому что это Слово Божие, живое Евангелие, послание и откровение. Все толкование до последней строчки. Как святые отцы понимают. Никак там я, там Таня Маня, как святые отцы. Это блаженный Хефилар. Он очень популярный у старообрядцев. И 900 лет назад он это сказал. Это все здесь запечатлено. Ну и иллюстрации того стоит, чтобы посмотреть. 240 иллюстраций. Интересно. Мы очень хотели это сделать. Я два года искал, как это сделать, иллюстрации покрасить. И наконец все сделали. Потому что псалтырь говорит, и все, что не начнет, успеет. Это побивает Стефана, первомученика, седьмая глава. А это восьмой том. Это Бавиловская башня. Вот они ее строили. Эти картины раскрашены там. Это Гестава Дорет. Это лучший иллюстратор. У нее, видите, как перспектива, как она смотрится все. Открытым оком. Кверху строчка. Кавычки показывают, что нельзя считать оком. Потому что оком и кавычки. Открытым оком и кавычки. Вот это они как будто бы седьмой, восьмой том похожи. На самом деле нет. Здесь по белому, а здесь по золотому белое. Это мягкий переплет. Вот это на льняной основе специально такая бумага делается. Не было средств. А с тринадцатого тома уже в твердом переплете. Тридцать томов открытым оком. Спаси Христос. Слава Иисусу. Мы сейчас будем...